коллеги здравствуйте сегодня я в новосибирске рядом со мной людмила анатольевна за спиной находится уже магазин добрянка это не самый крупный проект который я видела где безумное количество готовой еды и сегодня людмила анатольевна мне покажет и расскажет подробнее о том как создавался такой проект как он сейчас живет кто здесь работает и сколько здесь производится русской еды здравствуйте людмила анатольевна судьи наталья давайте на входе буквально чуть-чуть о том сколько здесь производится еды еды здесь производится ежедневно 4 тонны 4 тонны готовой еды это 1200 наименований продукции собственного производства начиная от салатов блинов пирожных мороженых в общем весь ассортимент еды 1200 наименований причем из этих 1200 наименований ежедневно выпускается 220 блюд именно русской кухни есть исторические блюда которые девятый век которые одиннадцатый пятнадцатый шестнадцатый век сегодня мы их вам покажем во всей красе который выпускается регулярно у нас мы находимся в тот момент когда идет обычная работа соответственно вокруг нас много покупателей найти время когда здесь покупатели нет практически невозможно поэтому нас будет такой обычный рабочий процесс мы погуляем по нему по магазина и посмотрим все что здесь происходит пойдемте совершаем гастрономическое путешествие вы всегда отличаетесь тем что у вас очень большой фактически такой развал рынок фруктов овощей расскажите сколько сейчас сегменте фруктов овощей у вас с каю откуда везете как-то все продается и резюме как говорится из дальнего зарубежья это есть таджикистан узбекистан есть казахстан ну и теперь появилась белоруссия вот эта голубика именно из белоруссии вот это ежевика тоже была из белоруссии мы заправляем остатки теперь развалы голубики среднем продаже вот такой голубики в день где-то примерно 150 200 килограмм сейчас на подходе малина о том что у нас каждый день утром на рынке они большие оптовые рынки где приезжают муры и мы закупаем вот эти продукты вот они пожалуйста арбузы вот они дыни такая прелесть ребят вот они дыни такая прелесть но сердце все что касается овощей то мы работаем именно с верно это уже молодая картошка посекла морковка помидоры огурцы ну вот такой ягодный рай я хочу он у нас присутствует всегда начинается сезон клубники пожалуйста клубника начинается сезон малины смородины облепиха клюква скоро пойдет будет вот такие вот развалы ягодные далее вот мы представляем вот здесь наши овощные развалы здесь представлено у нас именно непривозное это наше новосибирское зо свой томаты огурцы вот этот все капуста цвет на я хочу сказать что у нас еще социальная программа вот сейчас мы говорим да вот магазин там премиальный нет он не премиаль он премиальный но для всех слоев населения у нас среднем четыре с половиной тысячи покупателей и вот для каждого покупателя у нас разработаны ценовые сегменты ну в данном случае мы можем представить и по 52 рубля мы можем представить вам по 45 рублей на картофель можем представить и по 33 рубля и по 44 рубля то есть мы ориентированы на каждого покупателя мало того что разработана еще программа лояльности интернет карта это когда предоставляется нашим уважаемым пенсионерам скидки 10 процентов то есть у нас есть есть еще для пенсионеров карта берегиня 15 процентов то есть и поэтому вот от такой цены то есть мы нас рассчитаны не только на премию мы готовы видеть вы вот видите наши свои населения да идут к нам они все покупатели я хочу отметить что мы сейчас буквально прошли несколько метров от входа при этом мы уже увидели овощи фрукты и вас классическим образом большущий развал орехов сухофруктов как воспринимает такого рода продукцию хватает ли у вас кто ее обычно покупает на эту продукцию конечно если бы ее у нас не попали мы бы эти развалы не держали я знаете значит свое интервью немножко сейчас это бы вернусь обратно добрянка это прежде всего возрождение ярмарочной торговли мы просто во всей красе хотели показать вот такую достойную выкладку ну естественно не только для красоты но и для продажи пообщаться рассказать прийти там еще что-то да но знаете глаз разбегается однозначно но знаете мы уже привыкли что нам за нас при некий выбор делает а в этом случае люди не настолько не устают от того что его слишком много и не теряются ли не бросает ли в итоге там набранную корзину знаете я же говорю здесь разные покупатели да кто-то целенаправленно идет именно за нашей едой вот реально вот он все вот любимый винегрет и больше нигде только раз да кто-то целенаправленно идет именно за фруктами понимаете ну и что-то соответственно покупает вот здесь начинается царство собственно производства это всевозможное варенье компоты вода свежая морсы сиропы кисели создание уникальных продуктов а это именно здесь команда на магазине шеф-повара бренд-шефы уникальный продукт настой из сосновых шишек шишка дальневосточная мелкая это очень такой иммунный напиток который был разработан знаете когда коронавирус начинался так вот у нас продажи в день достигали до 150 бутылочек из нее этого же дальневосточной шишки мы варим свое варенье из шишки дальневосточная всевозможные делаем сиропы варенье вот варенье уже свежего урожая домашняя земляника красавица до варенье уже свежего вот урожая это пошла домашняя черная смородина мы варим вот здесь консервантов нет естественно консервант сахар вот естественно ко всему к этому мы готовимся заранее мы закупаем сырье соответствующую ягоду проводим торги о том что выбираем продукцию именно а настолько качественно сырье вот остановимся на квасе уникальный продукт это квас он вынесен в отдельный цех обеспечивает он все магазины уже доставляется магазин централизована срок хранения этого касса всего трое суток он натуральный вот этот вот осадок который вот здесь же мы вот ведь натуральный это как раньше мы бородинский хлеб испекаем туда на цех поставляем и вот такой уникальный продукт ну дальше я хочу вам представить здесь очень уникальный продукт который добавляет водопрянки только раз в году это четвергова соль она готовится этот рецепт узнали все наши деды прадеды и все прочее мы его можем делать именно здесь правильно на магазине потому что у нас есть русская печь готовится он один раз в году чистый четверг это берется соль смешивается с ржаной мукой и прокаливается в печи знаете как наши прапрадеды говорили о том что она эта соль четвергова дает здоровье вот на первое яйцо когда на пасху разгар разбиться именно вот и посыпать этой солью я сейчас вижу как помимо четверговой соли о которых мы сейчас уже поговорили я вижу огромный ассортимент масло уже я понимаю люди привыкли к тому что у вас такое есть что самое популярное самое популярное оказалось мог ну понятно подсолнечное я сейчас про него я расскажу отдельно и мина и мы выпускаем масло это холодного отжима именно здесь вы знаете я всегда говорю что наши прапрадеды готовили это масло больших жбанах бетонах и употребляли пищу каждый день а теперь мы выходят мензурки должны изготовить чтобы полечиться им то есть насколько было здорово и именно питание ранее на руси и я хочу вам сказать что это масло мы прямо отжимаем здесь магазине мы закупаем семена и его отжимаем ну хотелось бы цех уже побольше сделать об этом думают наши руководители вот но еще в одном уникальном продукте я хочу рассказать это масло подсолнечное когда мы начали искать масла которые они существуют да и все как бы устраивало захотелось того масла которое было раньше вот это масло рвет ноздрю какой интересный это она изготавливается у нас есть фермер с которым заключен договор уже пять лет он постоянно то есть это холодный отжим семечка поджаривается на и запаху да это масло изготавливается только когда вариант вот этот продукт который я вам сейчас показывает только в добрянка больше его не купить нигде они могут быть такие подобные маслом потом их рядом выставляем да вот тоже фермерские хозяйства но это изготавливается именно по рецепту именно для добрянки вот такие масла а такой вопрос у вас такая сейчас интересная упаковка это ну это понимаешь очень специально стекло это специальная упаковка специальная бутылка называют еще раньше миньончики мерзавчики масло тыквенное какая прелесть вот называется мой телефон мини-продукт мини-продукт настолько полезный продукт а сроки годности а срок годности у более трех месяцев потому что я еще раз говорю это масла которые могут быстро окисляться да и мы все-таки называем их действительно они ну как сказать настолько пользу приносит и вот именно вот эти три месяца для сохранения всех вот этих элементов которые находятся в маслах ниже его не пастеризуем мы его ничего с ним не делаем то есть это живой натуральный продукт а нам приходится ускоряться потому что впереди у нас еще столько всего непосмотренного а при этом мы уже на каждом моменте находим что-то такое удивительное есть можно прежде чем мы перейдем дальше я еще хочу чтобы вы посмотрели вот этот простен с точки зрения оборудования посмотрите как интересно реализовано но в лично меня это очень порадовало ведь это возможность расширять пространство тогда когда это тебе требуется если у тебя условно не хватает ассортимента ты убрал если у тебя здесь ассортимента слишком много пожалуйста пожалуйста можно еще увеличить но надо правда расчет про проходы сделать заранее да а там внизу еще накопили накопители да ну вот этот вопрос об оборудовании которым тоже нужно все время думать когда вы создаете что-то оригинальное другое потому что только за счет того что вы будете вот и таких вещах заранее думать у вас будет получаться что-то интересное и необычное а я вас уверяю это действительно привлекает внимание возрождение добрянки ярмарочной торговли не только ярмарочной но и всех традиций всех православных праздников которые были на руси вот одним из этих праздников это когда были спас и один из первых спасов это медовый спас который уже шагает по добрянку это уже мед свежий мед урожай 2022 года он уже привезен я хочу вам сказать что у добрянки есть собственная пасека который мы ежегодно качаем ну понятно на все магазины около трех тонн сейчас это будет расширяться пасеком будет дополнительные оли установлены ну и понятно всю потребность мы своей пасеки закрыть не можем мы закрываем и над другими хозяйственными которые пасечники с нами дружат они с нами работают и вот когда будет начало самом разгаре медовый спас пасечники прям приезжают к нам они здесь устраивают свое они прям продают этот мед мы у них закупаем они стоят и продают и принятие когда он в нашем магазине продает свой товар вы понимаете какая это бывает реализация можно я здесь я уже я я про технологию я знаете как продукты у вас всегда потрясающий мне очень нравится мелочи связаны с технологией знаете вот опять ну вот да вот оцените эти циники придумал наш сотрудник вот уникальная команда которая работает здесь добрянки они по-своему талантливы во многом так вот эти циники они у нас уже с открытия добрянки она первая когда их у нас отдел трак мы дальше туда подойдем и она говорит ну анатольевна ведь я сделаю цинки да конечно ира и вот она сделала и вот эта технология прижилась у нас это циники сделал сам сотрудник ну это вот подсолнухи которые мы уже в полях так уже привести для украшения это всевозможная перга пыльца вот это не только вида здесь мы продаем мед здесь вот и дегустацию выкладываем здесь могут они подписаны откуда мед какой мед какого сбора он ступит уже в свою вот такую вот и можно еще я просто хочу обратить еще внимание на то что прямо здесь это вопросы про кросс-продажи то есть мы находимся около меда рядышком находится что-то еще позволяет до продать до продать вот эти всевозможные поисочки это вот именно баночки под мед это вот дополнительные маленькие объемы чашки чайники заварники здесь нужно купить вот все то что еще нужно милота замечательно и можно очень здорово повысить чек да и здесь ну а сейчас я продолжаю наше царство собственного производства создается нравится но вроде бы уже не сезон но квашеная капуста это вообще один из товаров которые пользуются и только спросом покупателя но он главный приготовление блюд нашей кухни это сезонные малосольные огурчики это уже появились грибочки на грибочки здесь потом реально настоящая дни шампиньона и того ассортимента вот когда раньше вы наталья приезжали сейчас мы закупаем будет грузь сырой сухой масленок копенок сейчас мы уже это много выражаем скоро уже появится ну и здесь мы с вами сейчас подошли это наш цех он вынесен за пределы магазинов он готовится сейчас уже для всех магазинов это я хочу вам рассказать вот знаете вот каждой группе есть уникальный продукт про который я могу просто слагать легенды и так я показываю уникальный продукт соленые помидоры нигде только в добрянке только в них этот продукт это мы солим сами рецепт уникальный я хочу сказать что этот рецепт был привезен и доработан 10 лет назад и в чем уникальность этого продукта здесь нет уксуса мы сегодня попробуем их обязательно это настоящие соленые бочковые помидоры заливаются отстойные холодной водой соль все это как раньше бабушки делали вот эти бочковые соленые помидоры трясаю понимаете нет уксуса как добиться того чтобы вот это не бомбажировала но эта технология действительно то есть вот понимаете заливается холодной водой все не пастеризации никакой вам как это достигает срок годности до срок годности у них вот это сезон еще того года последние остатки здесь самый секрет знаете я его конечно могу открыть вам все зависит в сорте помидор помидоры должны быть грунтовые не тепличные помидор должен быть с определенной корочкой ну вы сегодня когда мы будем попробовать вы поймете хорошо ваша на капуста но вот вам пожалуй наш погребов с грибами и без торгуем и банками трехлитровыми дайте мне нравится масштаб это знаете вот прям чтобы точно наезд ну смотрите можно а здесь а кстати по поводу сенечков у нас здесь у нас обрады к продам больше яр это что это наша янтарная программа я хочу сказать что вот этот экопродукт мы его не просто цене у нас есть на него сертификат о том что нам присвоено именно на эту продукцию мы проходили достаточно большое тестирование и сертификацию чтобы получить вот этот заслуженный знак еще отмечу по технологии у нас кругом появляются вот такие как уж можно сказать но это по 2 это да это информе информация которая вроде как ничего не значит но это некого у что почему я должен это квашеную капусту купить да ну потому что том что иван грозный и любил я хочу сказать что в русской кухне есть соленье ковашение и томление да это три кита в русской кухне никаких маринования не было никаких есть соленье вложение томление понимаете это вот одно из этих давайте теперь я точно знаю куда нужно молочные реки кисельные берега меня привлекают но я уже естественно был бывая здесь знаю про вашу дети уже пощипали да мы буквально несколько минут назад когда здесь гуляли здесь была идеальная выкладка мы снимаем насколько может быть там с полчаса здесь уже так хорошо подразобрали рассказывайте ваш один из самых сложных продуктов вы знаете я хочу рассказать об уникальном продукте уникальность этого продукта заключается в том что здесь настоящий овес а здесь мед именно тока липовый и чуть-чуть лимонного сока это ручное производство это как раньше заваривается овес и он вручную растирается вы знаете когда мы изготавливали торписи и продавали килограмм в день вручную можно потерять когда мы его стали продавать 50 килограмм день понимаете уже никакой силы не хватило в итоге мы начали искать машины на кирочные вы знаете когда мы сменили несколько машин а вкус был не тот понимаете есть такая машинки вещь которая молотит и молотит здесь нужно найти ручную золотую середину чтобы вот это крахмалистость овсяного киселя должна должна дать нежнейший а не превращаться то есть автоматика не работала шла понятно в итоге вручную мы его делаем это только наш магазин средний продает 57 килограмм день ассортимент киселей большой овсяный это основа всему есть овсяный добавляется уже облепиховый сок именно облепиховый сок есть овсяный с черникой сюда добавляется черника есть овсяный со сливками сюда добавляется сливки есть овсяный ну это мы уже пошли конечно на ухау шоколадный ассортимент бывает и клюквенный и бузничный сейчас как пойдет сезон новой ягоды малиновый ассортимент будет пополняться можно буквально чуточку от того как вы внедряли этот продукт ну вот прям коротко я знаю что это было целый вызов когда в 2013 году открылась добрянка первое а мы сейчас по счету 2 2 2 мы добрянки и значит то естественно максим палыч бренд шеф цирников который был приглашен на этот проект еще в 2012 году вместе готовили открытие добрянки первым вместе открывались и вот одно из блюд это был кисель я потом еще удивительную вещь про щучьи котлеты расскажу там отдельная история и в общем короче вот этот кисель кисель он его сварил ну да вкусно мы его там выкладываем по три килограмма в день одна баночка продаж у меня сердце кровью обливается ну как же так ну как вообще я его называю пинок данону и в итоге знаете продаем 200 300 грамм и я понимаю что если мы сейчас вот просто что-то не сделаем то этот продукт уйдет в небытье ну как разбудить гены у наших с моих вот там сестер братьев гены про прапрадедов который только этот кисель или что жидкий крахмальный картофельный это пришел к нам господи когда картошку завезли да 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 как пробудить это живут ну как эти гены то то пробудить и мы решили так мы каждое утро составляли в добрянке большой стол ставили эти кисели ставили ложечки и кормили полгода все просто кормили я выставляю в день съедали два килограмма потом уже по три вижу по 5 стали съедать думаю ну надо и продажу что-то делать и короче пока мы их полгода не накормили наталья мы это не продвинули а сейчас не блицы ходят у нас теперь звонит одна из больниц и говорит гастронтология мы хотели с вами заключить договор вот как бы нам кисельки пожалуйста приезжайте покупайте да то есть это настоящие лечебный вот насколько удивительные продукты использовались русской кухни насколько они полезные были насколько они уникальные да людмила анатольевна посмотрели то что касается овсяновой киселя одной из ваших крутых фишек здесь классическая уже пошла кулинария которая для меня понятно у вас она великолепно подсвечена замечательные сделаны витрины но все что касается b2b вот моего понимания как надо делать магазины здесь отражено но отдельно я сейчас хочу отметить вот эту витрину 5 и здесь надо еще отметить что нормальной высоты все сразу видно и то что я хотела бы обратить внимание именно коллег из собственного производства все-таки нужно регулярно ваши технологические какие-то изыскания показывать вашим покупателям потому что в том случае если вы не будете рассказывать каким образом вы сохраняете длительность но сроки годности удлиняете сроки годности вашей продукции ну вам сложно объяснить почему покупатель должен купить и не бояться что пропадет продукт давайте немножко об этом поговорим мы понятно не можем стоять стороне да все двигается прогресс двигается о том что каким-то образом увеличить сроки годности продукции понятно мы опробовали много но я точно вам заверяю в добрянке никогда не было никаких консервантов никогда и никогда этого не будет а я отдельно вам расскажу там по русскую кухню но и мы пришли мы приобрели оборудование да это вот как раз одно из тех но это не ноу-хау то что мы идем много да но со временем а срок годности этого продукта никакого консерванта это вакуум и газовая среда да все значит причем сроки годности этого продукта по технологии можно и 5-7 суток у нас трое суток мы нет не мы даем допустим покупатели том что трое суток пожалуйста продукт настолько вообще не теряет никаких своих свойств не вкусовых не внешне не не никаким давайте здесь буквально коротеньким образом все-таки находимся рядом с упакованной едой у вас моя собственно доставка есть она уже работает два года она набирала постепенно обороты я единственную цифру вам по доставке скажу что она составляет сейчас 11 процентов от уже один из процентов ничего себе как здорово доставка а значит а я есть курьеры свои не привлекая никаких яндексов не берман то есть мы работаем сами наши курьеры логисты вот есть у нас доставка сайт свой мало того что есть доставка по видео то есть у нас ходит с телефоном и покупатель общается это и выбирает сам себе того то есть в день ну конечно планка это у нас она еще как бы низкая там в среднем 80 85 заказов дней но хотелось бы уступить хороший план и главное теперь справиться праздничной понятно за доставки они там дают и все знать вот смотрите мы предлагаем вот такой уникальный то есть мы предлагаем и такой или запакованы джону стопову какие-то впечатления я сейчас предлагаю пройти к центру и к сердцу вашего магазина это одно из самых таких наверное ярких мест я на самом деле вот не устаю удивляться насколько здорово вы рассказываете о своем магазине как вы им живете мы отдельно еще поговорим про то как живет этим еще ваш персонал с которым вы дружите уже многие годы и работаете вместе вот сейчас мы находимся буквально рядом с вашим там сердцем магазины от русская печь это уникальная русская печь она не бутафория это настоящая русская печь на которую мы готовим нашу еду да она прямо находится в отдельной зоне я хочу вам показать вот эту историческую справку а эту историческую справку русская печь а когда она была изготовлена она была сколько она весит кто его сделал 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 ее мастер а из города владимира уникальность этой печи еще свой включается в том что здесь нет ни одного продукта строительного материала который был вопреки изготовлению цемента кирпич привезем с определенного города топится она только дровяными травами на труба вот этой печи длина это такое сооружение которое мы должны были 28 метров 28 до она выходит туда на крышу эдема и уникальность ее еще в том что это одновременно в день работает два года третий отдыхает а вот допустим в ночь идет томление я сейчас хочу вам рассказать что вот работает здесь уникальные мастера это бренд шефы шефы русской кухни это максим палочка для вот эту печь мы и 2016 году магазин открылся 2017 а в 2016 мы уже здесь отрабатывали продукцию учили мастеров как закладывать сколько томить как выкладывать пироги не видно не видно что будет а это вручную делает или есть условная ронда я ненуете вырезают вот эти уши хорошо смотрите на самом деле вот сейчас то что о чем я говорю ручная работа и есть автоматизация есть но вот все что касается русского домашнего это ручной труд это как кисели машинка изменила я хочу рассказать что вот здесь об уникальных продуктах это улебята рыбная улебята ржаная здесь только у нас добрянки делаются правильно растягай и подаются правильно растягай рыбный пожалуйста рыбный бульон грибной растягай пожалуйста грибной то есть вы хотите сказать так минуточку здесь это значит человек должен взять налить немножечко бульон но он это может нет вот если он захочет с бульоном ему сотрудник выйдет и нальет а кто без бульона вы знаете когда мы приучали покупателей говорят ой щас бульон нальем и растягай поплывет нет он еще вкуснее становится то есть уникальной технологии вот этих тест рецептур старых тесту знаете дай мне перчатку резиновую перчатку то есть уникальность этих продукции о том что это именно старые рецепты это вот именно как раньше в детстве пекли пироги дома да вот такие пластовые пироги где тесто практически нет видите как бы начинка одна это пирог кулебяка его еще раньше ну вот сейчас называют многослойный пирог то есть несколько слоев видите наталья рыбная кулебяка яичный блинчик там рис лук грибы то есть тесто то практически нет просить то есть это получается такой многослойный пирог вот это это я хочу вам рассказать пример это буревская каша это блюдо 18 века это котлета пожарская это продукт который достаточно тоже восемнадцатый век котлета пожарская восемнадцатый век и восемнадцатый девятнадцатый да извините блюдо буревская восемнадцатый это смотрите запеченный окорок в печи вот это запеченный окорок в печи давайте вот видите окорок в печи запеченный это рулет из гуся печи это утки это голубцы лжегородские тыква с медом и вы знаете я чувствую нас двести сколько там у вас русская 200 220 ежедневно а вообще как говорит наш максим павлович сырников но я как бы вот цитирую настоящих русских блюд русской кухни это порядка триста семьдесят четыреста так вот из них 220 мы выпускаем ежедневно это у ямами про не сейчас расскажу это уникальное блюдо это вот всевозможные рульки томлёные это говядина томлёная это всевозможные у нас значит горошницы каша перловая с белыми грибами каша гречневая с печи рыбы запеченные щи с разворной говядиной томлёные печи а вот а блюдок можно слагать легенды с одной стороны очень много рассказывает но я опять возвращаюсь к технологии да я точно понимаю но это знаете вот у меня вы меня простите линию какая-то я знаете как мне все время нужно говорить про вот именно про технологии потому что все равно у коллег которые нас сейчас смотрят вот один из вопросов которые очень многих задают вас открытая выкладка по всей истории пленочка не закрываете пленочку не упаковывать как с этим ну скажем так решаете знаете но свое время когда началась пандемия она преподнесла такой урок нам да и когда мы закрыли все пленку помните все да 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 маски одели булку в пять раз пеленали я хочу сказать что продукт который пеленаешь который ты упаковываешь он я вам сейчас покажу это на хлебе он теряет свои вкусовые нет хрустящие корочки да нет вот этого хруста продукт который проходит допустим кто-то его там охладил потом обратно разогрел потом опять тут это тоже вот здесь у нас продукт все зависит от правильной организации работы не нужно 10 10 килограмм нужно сделать по 3 килограмма но именно продать да и не оставить там на второй день тоже у нас продукт весь свежий мы утро начинаем с чистых витрин хочу отметить что вчера мы вечером заглядывали сюда где-то в районе наверное 8 часов вечера здесь действительно уже полупустые прилавки и это не мешало мне потому что так было организовано что да здесь уже пусто но есть еще что то что можно уже упакованное забрать с собой это вопрос о том что не надо тянуть до последнего ничего не продавать нет и у вас здесь есть скидка вечерняя до черния скидка обязательно 25 процентов на продукте тут на производим то есть утром мы должны открыться только с вновь накрытыми витринами и никакого остатка то есть это конечно это далось не сразу это был аналитические отчеты всевозможные чтобы понимать что мы заказываем только три килограмма этого два килограмма этого 4 килограмма если мы видим что продукция в четыре часа вечера закончилась а мы еще 6 часов торговать мы можем увеличить заявку но только не в русской печи русская печь она не автоматически не включается это мы можем увеличить парики там за час чего-то доготовить и там русская печи нужно четко подойти к организации работ заявок и понимать что в ночь мы допустим у нас будет в ночь заряжаться один код в этот подходит всего там ночное давление грубо говоря там 24 горшка 24 горшка 4 да вот они разные есть большой есть такой 24 горшка есть могут и в таких вот эти они задымленные мы же есть чугуняки есть керамика то есть минут а другая и мы реально понимаем да но допустим каши мы гречневой заказываем 10 килограмм перловой 7 килограмм ну а каши дружбы 3 килограмма но у нас есть и кассы понимаете то есть здесь такой подход который ну ведет вот этой организации работ наталья а еще один момент который нельзя не обратить внимание это то что все таки очень вот опять очередной раз ручной труд очень много персонала сколько вас сейчас работает человек вот на этом объекте вот на этом объекте штатном расписании у меня триста шесть человек работает а по факту они так и есть 300 это 360 общий персонал из них в смену выходит в среднем 190 человек умауна мы работаем магазин сам работает до 11 но в ночь чтобы нам открыться у нас еще и ночью работать запекает хлеба на утреннюю подачу до готовят там отваривать свеклу морковь заготовки делать не то есть могу там 8 утра открываемся у нас хлебушек уже горяченький стоит и в течение дня горячий нас вывещено время когда может выходить горячий хлеб потому что при они там 12 2 в 4 часа я хочу еще сказать что вот вот такая организация работ вот их столько сотрудников выходит в смену это вот так и есть 360 в наличии сотрудников есть сотрудники которые работают со мной по 15-16 лет и сотрудники от 70 процентов коллектива из этих 360 кто открывал эту добрянку они работают здесь ну и бишь если говорить уже такими статистическими цифрами то текучка в магазине с половиной процента здесь именно работают те кто любит это дело вот кто приходит без любви и без того что он делает мне с душой он не может к этому делу привыкнуть вот мы сейчас сами проходим отдел хлебов да это вот уникальные хлеба которых нет смеси это готовится все только на натуральных ингредиентах мы сейчас говорит вот хрустящая пор да вот видите если вы упакуете этот клет предлагаем упаку но что делать если не разрешают вы знаете когда мы их упаковали весь нам купатели говорят откройте вы хлеба и вот мы даем на выбор пожалуйста берите упакованный мы вам дадим она но как вы видите основная часть она не упакована смотрите что делать с хлебами причем упаковать его надо остудить вы же не запокоите а он горячий то есть он теплый хлеб а не подай мне пожалуйста я вот уникальность этого хлеба в том что он вот видите он весь дышит это вот видите вот хлеб это который настоящий хлеб аничка дай перчатку вот вы я знаете называю это просто знаете как вам ну где в магазинах вы купите такой живой хлеб нигде вот видите вот видите но конечно это удивительно когда так я хочу рассказать еще про настоящий ржаной хлеб этот настоящий ржаной хлеб назывался ранее на руси кирпичом то есть здесь только ржаная под понюшка как он рвет ноздрю вот этот хлеб срок хранения вот этого хлеба 7 суток он чем дольше хранится тем больше созревает этот хлеб не плесневее он не черствее а в заморозка его можно можно а вы и потом вот когда вы знаете в нем такая кислота если вы попробовали да какой ароматик от него идет это настоящий ржаной хлеб который был ранее на руси который выпекается в подовой печи я вам честно хочу сказать когда мы задумывали что мы выйдет у нас три пода и мы будем в одном из поде хлеб попекать но не получилось пришлось жертвовать или пироги или хлеба но следующий добрянки будет обязательно печь русская именно для хлебов это выпидается на камни на поду здесь мы с вами царство пирожных тортов выпечки проходим это всевозможные печенье зефиры мармелады лады здесь которые ну а здесь сейчас мы с вами походим пряничный домик как называет я хочу здесь конечно же отметить филигранную работу коллег то есть у вас и дэй принтера нет нет это ручная работа вот марин покажите как вы делаете чуть-чуть боже каждый а сколько времени требуется для того чтобы сделать один такой пряник два часа для того чтобы создать один пряник а сколько вам ну скажем так у вас есть какая-то норма штука внутри тем норма штук есть на то что которая штампуется но я вам расскажу сейчас про уникальный печатный пряник который да там можно но все что касается ручной работы мастерства мы на нее норма не устанавливаем то есть каждая мастерица она свой вот именно когда она делает вот эту художественную роспись на это норма нет понимаете мы не можем там сказать ты будь любеза там сделай мне за час пять матрешек нет на может и сделать но это будет уже другая матрешка есть норм норма выработки на сотрудников есть понятно мы что же работаем на эффективность на производительность но есть уникальные продукты на которых мы не можем устанавливать нормы они уникальны по-своему вот основой всего вот этого пряничного мастерства это стал пряник печатные из города городца он привез вот этот печатные доски основа была 2013 году вот 2013 года мы шагнули вот так вот вот по весам и далеко сколько в среднем покупается вот такой продукции среднем продажа в месяц продукции всего прячь составляет самый большой рывок наверное где-то вот праздником это 1 сентября новый год 8 марта заказами даже уже буквально берем там за неделю летом вы уже дней за 10 не больше а то мы не можем нагнать на 8 марта есть 23 февраля есть рождество есть пасха в конце концов и еще говорю что мы среднем я вам говорю продажу вот эти на понятно где-то в один месяц там 900 где-то тонны 4 смотрите мы на самом деле вы буквально по чуть-чуть на каждом элементе застреваем а потому что действительно ассортимент невероятно большом деле появилась у нас новинка а которая называется русские потешки это уникальная рецептура пряник а вот знаете это вот вот настолько это называется а срок годности вот это более 15 консервантов русские потешки понимаете вот они всевозможны причем мастерицы делают сами это делают сначала эскизы потом делают сами форму и вот это называется вот называется вот русские потешки вы теребезно втешитесь вот это рыбки всевозможное это церковь да да я сейчас хочу еще отметить что вот опять к вопросу о говорящем магазине про качество еще что-то мы же очень много всего видим как делается здесь помимо того что вот мы видим как марина сейчас изготавливает очередную красоту на пряники мы видим прям буквально как готовится продукция там в окошке то есть это сразу было сделано чтобы было обидно да у нас также открыт горячий цепь открыто пекарни все до нас и делают пироги и начинки к вопросу о том как делает да то есть я все время говорю про шоу вот там я вижу что делает как это называет аварий а сейчас вареники здравствуйте вот знаете классическая история про то что как приятно наблюдается как другие работает сколько штук в день вы производите таких вареничка но на самом деле около 40 килограмм 40 килограмм у них это вареников вот они изготавливают понятно она только вот изготавливать для нее тесто сделали там да она вот сочи не берет и здесь ручная работа и это конечно замечательно а ну конечно ручная работа и у нас есть и работа не ручная но там другая стоимость и там понимаете при это ручную работу не ручной работе все-таки это по его говорит штамповка вот я например даже не знаю такой машины который бы наштамповала наши пироги не знаю пока не забрали давайте еще проходочку посмотрим теперь посмотрите ассортимент различные мелочи которую вы продаете но маленькая пицца то вас есть это называется пирожок лепешка и вот наверное одна из самых красивых станций где опять же замечательным образом можно наблюдать как другие работают да еще раз здесь сколько у нас сковородок один два три 4 5 6 7 18 18 штук одновременно и ничего не пригорает а вы сейчас посмотрите как он будет все успевать он работает на 18 сковородках начинали с 10 12 14 16 с уже 18 тесто здесь же готовится в цехе заводит и привозит сюда я хочу сказать что ребята которые здесь работают сегодня один из них отдыхает они есть такая программа москве на первом канале по я почти знаменит за прошлом году они ездили на эту программу кидали блины а и вышли финал но первое место не заняли но финалистами оказались они оказались финалистами ну вот и сейчас матрище еще 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 как никита сейчас будет ловко справляться вот с этим блинным делом ох отдельно удовольствие понимать сколько здесь может шоу-моментов быть а эти шоу-моменты они как-то прописаны или просто вот как получается так получаются вот знаете вот когда это прописанное технически вот встал сюда взял туда а когда это кураж вот сейчас никита куражится он просто куражится и вот он вам показывает ну-ка сделайте как я понимаете не все дается прописанию на долю все дается любви и куражу торговля настоящая была купеческая торговля она была с куражом она была еще с мужчинами она была знаете потому что торговля это очень тяжелый труд и он не симпатилу женщинам и вот мальчишки наши мужчины куражится они кидают они подкидывают верно никит он играет потому что он это любит ух вот его если на кассу посадим дать нет я кассиром не буду работать верно некий образование какое у никита а вообще-то транспортная как бы сюда попали династия да да у него мама тут работает я хочу сказать еще про коллектив вот здесь сотрудники которые работают и приводят своих детей вот его мама работает замдиректором у меня она уже работает со мной порядка 12 лет никита был маленький еще вот теперь пришел династии есть приводят мамы бабушки то есть это говорит о том о доверии именно того что здесь можно работать семьей в этой компании и получается все все вот это скорость приготовления конечно вот замечательно я понимаю что мы еще даже ну сколько мы где-то половину наверно посмотрели да мы даже половину не посмотрели давайте чуть-чуть еще дальше чтобы уже потихонечку до сманута нет это наверное продолжим уникальность этого проекта да но надо здесь просто побыть ну вот здесь мы проходим лапша собственно приготовления это мы ее делаем сами всякие булочки уникальность из чего одного продукта самого древнего наталья завернем кунди мы кунди мы сейчас сейчас развернемся даже а есть у нас кушке а вот они форме ухо а это рецепт максим павловича сырникова это ушки здесь в виде вытянутого уха видите да это здесь начинки готовые ну типа как вареники на но вот это именно на руси были не пельмени а ушки они с капустой есть фасолью есть куринами поторожками можно делать хоть чем хоть с творогом хоть чем но вот эти ушки данном случае они сейчас с павильными поторожками видите не бедя ухо вытянутая но я веду сейчас опять к технологии акции используете скидки предлагаете что такого например в этой теме затронуте у нас постоянные каталоги 1 2 месяц раз в месяц два каталога именно по собственному производству ну и по торговому залу а где мы предлагаем пироги со скидками там скидки доходит 30 до 30 процентов поэтому мы не можем сказать что это прям такой элитный магазин и ориентирован он ориентирован на каждый социальный слой смотрите еще чуть-чуть сейчас обращу внимание что да мы сейчас в основном смотрим собственное производство потому что это уникальное но мы видим обычный товар здесь ну тоже можем купить молоко сметану там еще что-то еще что-то это все знакомо она все есть соответственно если приходит аудитория покупатели купить классическую корзину они могут ну естественно без этого не могут обойтись покинули зону как бы такой полу собственно производства она еще не закончил я хочу вам сказать что доля собственного производства здесь 62 процента от товарооборота это ну я во всяком случае в россии не знаю хотя читаем издеваю из них вот сейчас вопрос по производителям из них вот эти 62 процента мы на производстве и вообще в торговом зале у нас только три-четыре процента импортного товара импортного сырье импортного на производстве полтора процента это только в кондитерке не мясо никаких овощей никаких тебе этих только работаем на местных производителей ну и когда не хватает понятно что там омск алтай это мы оттуда придем я к чему о том что по импортном замещению я хочу сказать вот эта продукция собственной цепи это наша сыроварная вот пожалуйста моцарелла дурато с белой плесенью вот пожалуйста пьяная коза вот и пожалуйста вот вот это мы все делаем на нашей сыроварной и у нас есть здесь опять технологический момент камера созревания сыров которая конечно потрясающе привлекает внимание знаете опять возвращаемся к технологии конечно без интересной красивой выкладки невозможно продавать продукт дорогой интересный но дорогой да посмотрите что могут и умеют коллеги которые работают коллективе людмиле анатольевны смотрите есть цех который у нас он находится на другой территории потому что и там находят изготовление сыров и сюда приходят головки где написано когда начинает он созреть в данном случае вот сыр он созреть 30 08 то есть отсюда сыр переместится торговый зал и его разведет определенная температура влажность эта камера разделена это камера продажа а вот оно созревание вот и вот на каждой головке подписано когда сыр готов когда он созреет ну такая интерактивная история которая позволяет покупателям понимать что продукт действительно создается здесь для них и все все условия созданы для того чтобы он был правильным но еще к одной технологии в школе их мы подошли мы видим дегустацию ура вернулись ура вернулись ура вернулись теперь мы можем спокойно покупать и наше угощает приглашает опять вернемся к технологии смотрите как здорово здесь организована техна технология дегустация смот помимо того что человек может ее продегустировать он для себя в принципе может сразу обозначить понравилось не понравилось у нас есть интерактивность я попробовала оставила значок понравилось ну и конечно же все под рукой сразу же можно приобрести вот знаете этот вопрос о том что если просто продегустировали никакую ну ничего больше не сделали то это некая не доделали соответственно максимальное вовлечение покупателя в вашу работу до совместно ну наверное надо попробовать я салу люблю а тут еще тогда надо это дикий бутербродик ну выкладка конечно бенбическая пусорка ну я знаю я просто боюсь телефон руки доставать потому что я постоянно хочу фотографировать всю эту красоту ну и вы вернули дегустационные столы вернули мы вернули каждый день проводим дегустация разных продуктов именно собственного производства именно чтобы вернуть нашего покупателя чтобы он опять вернулся в ту комфортную среду которую мы создали он приходил и ну реально вот такой бутербродик попробовать и надо понимать что сейчас точно мы мясное пробуем не потому что ну не потому что там что-то перепутано просто рядом уже мясной отдел пошел это рядом а мясо колбасные изделия я хочу обратить внимание на теле вот это все собственное производство мы с вами идем деликатесы готовим сами все готовят а я хочу отметить еще а я хочу отметить что еще готовим на буковичной продукция собственного производства везде все написано подсказано рассказано из чего как постоянная подсказка таким каким образом это приготовлено кем приготовлено и максимальная рассказ о том что это ваша давайте вот такой один из самых красивых до один из самых это настоящий окорок тамбовский и окорок воронежский это передняя часть лопатки свинина это задняя часть это возрождение именно тех традиций которые были не в савдепе окорок тамбовский это еще при царе николай поставлялась ко дворцу и вот эти окорока и вот это вот настоящий вот этот тамбовский окорок мы делаем на своих производствах и воронежский мы делаем и и сардельки и колбасы и сосиски и изделия из канины и изделия из индейки деликатесы то есть двух всевозможных понятно что производители других поставщиков мы представляем они есть и москва у нас есть то бишь мы тоже но приоритете конечно наши ну и 62 процента откуда-то не появляются нужно что есть мясо есть сыр и есть все все кстати вот опять мини дегустационный цвет я должна это показать посмотрите как замечательно реализована история опять про дегустацию решено все более чем правильно то есть у нас смотрите как удобно приглашающие приглашающие приоткрыто попробовали все убрали вернули обратно и при этом знаете как вот не мелочи создают технологию сейчас говорим о том что мы попадаем с вами местный отдел где работаем и наталья только с местными производителями местные производители это наши новосибирская область но я сейчас вам расскажу еще об уникальном проекте который присутствует у нас здесь в нашем проекте добрянка это деревенское мяда это родная деревня это мы выращиваем сами свиней и перепелок и пожалуйста вот мясо производители как она по цвету отличается настоящее мясо то есть это мясо можно так сказать заводское и это которая на чистых лугах выращена но по цвету даже отличается по структуре мяса вот здесь всевозможные полуфабрикаты мы готовим ленивых хозяев и для очень занятых пожалуйста вот работаем только на охлажденном мясе опять смотрю на выкладку всегда вот это фарш и когда так сделано это что-то бесподобно красиво и чем мы их подкручиваем постоянно то есть это все свеженько а вот не перепела домашняя птица птица которая выращена в домашних условиях фермерские хозяйства нам поставляет сюда мы проходим здесь у нас полуфабрикаты вот эти лесные полуфабрикаты для наших хозяев и здесь возможно и вот здесь она идет заводская туризма уже отличается на выбор есть ну на любой кошелек на любого покупателя все сможем ну и наверное будем потихонечку уже так закругляться потому что действительно мы можем очень долго ходить по магазину я в этом плане не могу в этом моменте не спросить экскурсии вы делаете да это к вопросу о том что действительно проект экскурсии по вашему магазину надо реально в коммерции в коммерческий момент переводить вот этот ну небольшой я могу вам сказать вот это интервью вот все красоты всей душевности добрянки но не вместе здесь можно вот знаете рассказывать о всевозможных проектах еще сколько сделано сколько будет сделано сколько уже сколько еще будет какие перспективы я хочу сказать что это уникальный проект и все кто к нам приезжают а да они говорят что ну ну нет другого да и мы по итогам года 2021 был признан лучший магазин россии нам приезжали вручали грамоту вот диплом победителя магазин русской кухни добрянка это признан лучшим магазином россии это заслуга всего коллектива причем мы это получаем второй раз 9 2019 году его 21 год это вот вы менять какой труд да какой коллектив как он вот вот это любит чтобы вот так получить это я так уж нет но скажем так это важно отметить и действительно один из самых ярких представителей совета современного российского ритейла добрянка это просто бомбическая великолепная мы прошли почти по всем категориям сейчас у нас завершение наверное остается мы алкоголь не трогаем уже в ту сторону не пойдем на кассах буквально ненадолучка забежим но перед тем как пойдем уже на кассы я должна отметить ваши синеморье рыбный край это это относительно но это это не сразу появилась так нет вот этот магазин когда открывался было сразу и было называлось это а вот именно этот проект он планировался его сразу сделать и мы вот его а теперь и добрянку первую то есть когда открывал добрянку первую 2013 году вот этого синеморья теперь добрянки первым есть вот это синеморье сколько с каю здесь у нас получается сейчас скажу только рыбы холодной соли рыба холодно копчения рыба слабосол рыбных полуфабрикатов получается 420 скают а как сейчас вот рыбная считается что рыбы нет рыба есть значит на построена логистика таким образом и общая организация закупа мы закупаем от сезона до сезона но если нам полу прогнозируем выработать там 150 тонн киты на 150 тонн киты и сейчас идет вот этот вылов да мы ее закупили на склады подложили и работаем весь год вот сожалению у нас на сегодняшний день кита слава тебе господи есть нерка закончилась и горбуша проблемы нету сейчас ждем новый улов ну и придет о том что вы сейчас когда у нас увидите о том что есть эта рыба это все о том что мы прогнозируем и заранее закупаем сырье и все это хранится и мы естественно этим сырьем пользуемся работаем мы в основном рыбы мест не местных а российского производства там мурманск дальний восток у нас заключены договора и оттуда поступает тут рыба конечно за завершением всех ваших трудов это чтобы люди пришли и рассчитались на кассе ровно столько сколько насмотрели продуктов что еще по технологическим инновациям сделано здесь для того чтобы быть современными ну во первых здесь немножко увидели другое расположение кассовая зона такая широкая кассовая зона где непосредственно у нас котир сидит ведите сидит да чтобы ему удобно было работать здесь мы пошли о том чтобы ему комфортно было вот эти все подстроено там всевозможные подставки регулировать вес регулировать их не вот так вот разработаны вот такие сейчас модно делает касса самообслуживание вы про эту историю думаете и ну они скоро появятся проект уже этот запуске и мы я думаю что мы его где-то ноябрь находясь счетной палате буквально пару вопросов связаны про эффективность магазина то есть вот у большинства моих коллег по отрасли когда вот я там заикаюсь про добрянку они говорят о том что ну очень вот тут невозможно заработать этот же проект не первый год работает так что вы скажете эффективен ли проект эффективен проект знаете он эффективен я конечно не могу там ну не готова к но открытие дальнейших добрянок будет если бы он был эффективен то я думаю этого бы не он эффективен этот проект во всех он он дает развитие толчок там знаете ну настолько он знаете лу я считаю своей вы работаете в торговле более 40 лет на самом деле я понимаю что работать вот в таком проекте это вызов возможности что вы можете например себе как вот такому уже состоявшимся специалисту еще пожелать вызовов но это а москве будет новая добрянка но почему нет мы ждем почему бы нет я правда жду знаете это как рождение того же ребенка да когда вот он рождается он взрослеет растет когда вот он знаете мужа это когда вот он красавица и становится это реально знаете это новая жизнь это ну это говорит о том что ну ты не зря вроде чего-то делал потому что дело-то живет вот если бы она не живет и программа да вот мы вернулись на ту же точку с которой ушли два часа назад я понимаю что вы в уменьшенном формате сейчас это смотрите знаете я уверена что для того чтобы зарядиться заразиться и наверное посмотреть одни из лучших технологий создания готовой еды и в целом технологию такого вовлекающего эмоционального яркого магазина сюда надо обязательно приезжать договариваться с коллегами об экскурсиях чтобы они поделились и вас как раз зарядили ваш коллектив из себя тоже действительно один из самых ярких примеров того какой может быть современный российский ритейл я очень рада что у меня есть такая возможность бывать в таких магазинах и делиться этой информации с вами я очень надеюсь что дальнейшем вы захотите поделиться своими впечатлениями о посещении данного магазина внизу в этом внизу и в 2 тех комментариях которые вы оставите под видеороликом спасибо что были с нами и людмила анатольев большое спасибо за то что вы показали поделили свой энергией спасибо спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! ное спасибо! inertia рари аааа ааа Продолжение следует...